здравствуйте уважаемые подписчики с вами рома и сегодня в этом небольшом ролике я бы хотел устроить новости будем называть его новостным подкастом этот ролик и в этом ролике я бы хотел рассказать немножечко о канале о будущем канала и также о том что со мной будет происходить вне канала да ну сначала давайте начнем все таки да с канала на котором вы сейчас смотрите ролики ну некоторые люди кто-то может не смотрят сейчас вы наверное задаетесь вопросом почему на моем канале не отображаются подписчики то есть на планшете пишет что у меня их ноль а на персональном компьютере пишет что у меня их тупо нету то есть вообще нету 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 и никаким образом как будто их и не было связано это с тем то что я их отключил то есть в настройках канала вы можете пошариться я даже сейчас скриншот где-нибудь в углу скину и там будет написано то что можно отключить этих подписчиков и даже любой это можете сделать то есть зайти в настройки своего канала там нажать на кнопочку отключить подписчиков и все то есть у вас их тупо не будет да просто не будет в общем я так и сделал и вы наверное спросите с чем же это связано а связано это с тем то что меня уже задолбали такие сообщения делай ролик на миллион подписчиков вот просто задолбали мне много кто уже так пишет то в контакте то на ю тубе то еще где-то иногда даже в твиттер пишет то что вот у тебя уже скоро миллион подписчиков давай делай что-то на эту круглую дату я некоторым отвечаю то что я делаю ролик некоторых просто игнорирую так как меня действительно уже задолба бесит короче эти комментарии и в общем я сразу отвечу в этом ролике видео на миллион подписчиков сейчас делается на самом деле будет сразу два два то есть не одно вот это не будут конкурсы конечно конкурсы это лишнее на миллион подписчиков но это слишком уж слишком банально вот и когда у меня будет миллион подписчиков я сразу включу их и вы сможете снова их увидеть ну а пока они вырублены сейчас на моем канале уже девятьсот тридцать одна тысяча подписчиков сразу чтоб не спрашивали что еще хотел бы рассказать немного о игромире на игромире я ни разу не был так что я вообще не знаю что там да как я смотрел немного роликов по всему этому конечно качественных роликов они просто сняты от балды я прекрасно знаю то что там круто будем считать так в общем да туда съезжаются куча популярных блогеров геймеров ютуберов и так далее для того чтобы просто там побыть немного узнать новостей ну и в общем как то так как я уже сказал на игромире я ни разу не был но в этом году собираюсь поехать наверное я поеду на бизнес день то есть будет вип место хотя я не уверен не знаю вот просто не знаю может быть поеду может быть не поеду на бизнес день но вообще на игромире я точно поеду то есть вы можете меня если что там встретить запоминайте мое лицо зачем я это сказал вот и все там я буду посмотрим может быть я кстати что даже и сниму потому что ну как-никак первый год на игромире там первые впечатления все такое да больше игры мире кстати ничего не могу сказать сейчас наверное я бы также хотел сказать о gta 5 я уже посмотрел несколько роликов по gta 5 как вы наверно знаете 13 числа в пятницу 13 а gta 5 выложили в то есть пираты выложили в сеть gta 5 на всякие торренты трекеры и так далее то есть сейчас можно в принципе в gta 5 уже поиграть я даже видел ролики на ю тубе и сейчас многие говорят то что gta 5 очень боганутая то есть нет даже не богнутая она плоха по графике то есть по физике там не прогружаются некоторые текстуры точно вот вспомнил это слово там не прогружаются некоторые текстуры то есть связано это наверное с тем то что как бы всякие пираты они берут записывают игру на диск и поэтому у них просто диска это не успевают все прочитываться так что посмотрим что будет когда выйдет gta 5 лицензионная то есть когда ее можно будет скачать я надеюсь то что ее можно будет скачать когда купишь на xbox или на ps3 а то будет как с хаверейном хотя это уже старая тема вот ну вообще gta 5 я не собирался снимать так как я знаю то что всякие gta очень долгие снимать по ним смысла практически нету может быть я сниму один ролик что-то типа первых впечатлений но это вряд ли просто не обещаю не обещаю вот в принципе больше никаких новостей не хотел говорить но но такая не очень важная новость это то что я сейчас очень часто начал стримить на твиче это сайт для стримингов то есть для тех людей которые очень сильно любят стримы или просто любят стримить в общем ссылка если что будет в описании там я в общем то стримлю на твиче очень часто либо там майнкрафт либо какую-нибудь еще другую популярную игру иногда дота бывает но это так для любителей доты но я ее стримлю очень редко в основном я также стримлю одиночные игры вот недавно например я кстати стримил outlast прям полное прохождение за стрим и в итоге у меня вышло так что я outlast прошел за один час десять минут ровно без секунды больше то есть все круто игра проходится настолько быстро я даже и не ожидал то есть я чисто на пролом бежал бежал против всяких монстров и вроде нормально все вышло один раз только умер насколько знаю в общем если вам интересно то вы если что можете пройти по ссылке в описании вот я там оставлю и посмотреть запись вот сегодня я записываю 14 числа или какого до 14 числа вот сегодня у нас тоже был стрим поиграли мы в гаррис мод повеселились побегали в кинотеатре но если кто-то там понимает то в гаррис моде есть кинотеатр и в принципе все да больше новостей у меня никаких нету все да спасибо что посмотрели этот новостной подкаст надеюсь то что вам понравилось извините за задержку в моей речи то есть я что-то долго тупил какой-то слоупочный сегодня но это наверно связано с тем то что у меня уже ноль часов ночи надо идти спать надо идти спать поэтому спасибо что посмотрели с вами был рома всем удачи всем пока 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok